Подобен остановке поезда жизни, на которой мы можем взять определенные ценности. Скромность, упование на Творца, вдохновение. Уже через несколько дней начинается месяц Элуль, последний месяц еврейского года. Что мы можем взять на остановке под названием месяц Элуль? Шалом, дорогие друзья, с вами Давид Плизкин в прямом эфире Святого Города Иерусалима. И сегодня вы узнаете с Божьей помощью, как лучше всего, на мой взгляд, приближаться к Творцу, для каких великолепных вещей Творец дал нам месяц Элуль, комментарий на недельную главу и в конце вас ждет подарок от меня в конце эфира. Оставайтесь со мной до конца эфира, пристегните ремни, и мы взлетаем. Известны слова наших мудрецов, объясняющие аббревиатуры слов Элуль. Они ле дуди, ве дуди ли. Я возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне. Перед Судом Рашушана есть чудесный месяц, который весь страстное желание обновить связь любви с Творцом. Что такое Аниля дуди ве дуди ли? Человек должен благодарить Творца за те подарки, которые он получил от Всевышнего. Это часть возлюбленной мой мне. Подумать о инструментах, которые ему даны, чтобы служить Всевышнему. Таланты, способности, память, родители, учителя, уроки Тора, которые человек услышал. Все это подарки от Всевышнего. Задача еврея, особенно в месяц Элуль, осветить свет внутри себя и укоренить в душе осознание своей независимой ни от чего ценности и того, что он может дать Творцу. И это я возлюбленному моему. Понимаете? Очень скоро наступает месяц Элуль. И наша духовная работа в этом месяце заключается в том, чтобы понять, кто я. Что Твоец мне даровал. И как я могу это использовать наилучшим образом для того, чтобы сделать моему отцу с большой буквы приятным. Чтобы ему было приятно. Так. Что у нас пишут люди? Ок. Мы продолжаем. Наша недельная глава начинается очень интересно. Ар-э. Да, недельная глава. Ар-э. Смотри, я тебе дал благословение и проклятие. Эти слова создают ощущение, что Бодов Всевышний нам кладет на стол два вида блюд. И говорит, выбирай. Вот есть такие, есть такие, выбирай. Потрясающе. Что как я это понимаю? Это как раз то, что говорит нам Рабину Бахи. Рабину Бахи пишет в комментарии на этот пасук. Пасук это стих. Да. Он пишет такие слова. Этот пасук объясняет, что выбор находится в руках человека. Хочет пойти по прямому пути или встать на нехороший путь, все передано его желанию и все зависит от его выбора, выбора человека. Так говорит Рабину Бахи. Да, это мой перевод его слов с эвритом. Я понимаю это так. Выбор за нами. Мы сами выбираем, чем наполняем свою жизнь. Благословениями или, не дай бог, проклятиями. От чего это зависит? От того, соблюдаем ли мы заповеди. От чего зависит, соблюдаем ли мы заповеди? От того, какие мысли мы выбираем думать. Мысли, связанные с действиями. Оптимистичные. Основанные на вере в Творца и его индивидуальное проведение. Мысли, которые зиждятся на утверждение, что все к лучшему. И что каждый получает самое лучшее для него в каждый момент. Или, не дай бог, обратные мысли. Я думаю, что мысль можно сравнить со взглядом. Материальным взглядом. Приведу пример. Мужчине запрещено по лохе смотреть на некошерно одетую женщину. Увидел? Бывает. Нужно просто отвести взгляд. А вот продолжать смотреть? Это уже проблема. Также некошерная или негативная мысль. Пришла? Окей, бывает. Я не властен над тем, какие мысли ко мне приходят, по большому счету. Но продолжаешь ли ты ее думать, если продолжаешь, это проблема. Я поясню свою мысль на еще одном интересном примере. Есть мнение, в соответствии с которым уже с 15-го ава, уже прошло 15-го, как вы знаете, принято желать быть записанным в книгу жизни. А как вы думаете, кто записывает нас в книгу жизни? В книгу праведников, злодеев или средних? В книгу богатых или бедных? В счастливых и несчастных? И так далее. Давайте посмотрим, может быть, кто-то пишет. Я скажу, кто. Мне очень нравится мнение, которое говорит, что мы это делаем сами. Мы сами записываем себя в эти книги. То есть, как я это понимаю, наше сердце, наше глубинное Я, наше глубокое внутреннее решение определяет, как мы проживем следующий год. И Всевышний выстраивает наш год в соответствии с этим нашим внутренним решением. По сути, эти книги всегда открыты. И любой наш поступок, чувство или мысль записывают нас в определенную книгу. Сделал заповедь? Записался в книгу праведников. Отдал десятину? Записался в книгу богатства. Порадовался, что у тебя есть руки, ноги, возможность говорить? Записался в книгу счастья. Понимаете? В Роша Шана Всевышний спускает в мир духовное влияние, которое способствует принятию человеком внутреннего решения, где он решает находиться. А в Илун, время любви и благословения Творца, благоволения Творца, Всевышний спускает в мир влияние, которое помогает нам лучше осознать, где мы находимся сейчас. Чего мы хотим и какое решение мы принимаем в отношении нашей жизни. Именно в месяце Илуль у нас всплывают изнутри глубокие части, которые на протяжении всего года мы просто не замечали. Части, которые хотят близости к Творцу, которые хотят самоотверженно изучать Тору и соблюдать заповеди. Благодаря этому мы лучше ощущаем и другие части. Части, которые вроде бы хотят что-то, что мешает нам приблизиться к Творцу. Я помню, что когда я еще жил в России, еще до того, как стал соблюдать заповеди, я заметил, что через месяц после моего дня рождения я получаю дополнительные силы, которые позволяют мне лучше видеть, где я нахожусь и решить, куда мне идти дальше по жизни. И я думал, что это связано с днем рождения, а потом я четко осознал. Илуй! Вот причина таких сил. Что делать с этими частями? Как донести до них наше истинное желание служить Творцу, жить в радости и довольстве своей долей? Великий мудрец Тора и Мусара, по-простому, Мусара это еврейская этика, Раф Шлома Вольбе в своей книге «Але Шур» пишет, что у каждого человека есть множество частей. Он сегодняшний, он ребенок, он подросток, все они живут внутри него. И периодически какая-то часть из прошлого вылезает, выходит в виде определенного желания, свойственного именно ей. Например, вдруг хочется мороженого, конфет. Это ребенок. Хочется всем доказать, что ты хороший. Это подросток. И так далее. Что делать с этими частями? Пишет Раф Вольбе, что нужно направить каждую часть на служение Творцу в соответствии с качествами этой части. Например, человек, который учит Тору, и во время изучения Тора у него вдруг выскакивает внутренний ребенок и требует мороженого, человек этот может сказать ему, с удовольствием, если получишь хорошо Тору, то тогда получишь мороженое. А если вашему внутреннему подростку хочется получить уважение посредством того, что он хочет рассказывать всем последние новости, скажите этой части, ты получишь уважение от того, что будешь всем рассказывать мудрость Торы. И так далее. А за частями, которые хотят близости к Творцу, не следует слепо следовать. Желание продвигаться вперед, это очень правильное и позитивное желание. Но если мы благодаря нему принимаем на себя чрезмерно большие обязательства, которые нас просто ломают и валят с ног, не дай бог, то это называется уже Ецарара, злое начало. Как же нам лучше всего приближаться к Творцу Вилули, чтобы использовать все великолепные возможности этого месяца любви и близости с Творцом? Хочется взять на себя что-то большое, а нельзя, можно не выдержать. А что-то совсем маленькое, это как-то не впечатляет, может быть даже неинтересно. Есть одна маленькая вещь, которая меняет нам жизнь, дает нам силы, энергию и вдохновение, и в конце концов реально приближает к Богу. Эта вещь, наш взгляд на происходящее. Если мы смотрим на мир, как на проблемы и ловушки на каждом шагу, не дай бог, то он таким для нас и становится. Если мы начинаем смотреть на мир, как на источник изобилия, роста, развития и радости, то мир поворачивается к нам своей радужной стороной. Так Всевышний сотворил этот мир. Так, смотрим комментарии. Итак, дорогие друзья, все мы хотим максимально приблизиться к Творцу. Тем более сейчас, перед Роша Шама. И в этот период, перед приходом Машеха. Так вот, я думаю, что самое лучшее, что мы можем сделать для того, чтобы по-настоящему начать движение по направлению к Всевышнему, Это изменение наших негативных определений реальности на позитивные. Изменение негативных слов, которые мы произносим внутри себя, на позитивные. Изменение внутреннего диалога. Не вранье, а смена парадигмы, как это говорится. По-простому, вместо того, чтобы говорить, что стакан наполовину пустой, лучше сказать, что он наполовину полный. Лучше сказать, да, и это будет правдой. Одно такое маленькое изменение может по-крупному изменить всю нашу жизнь. Например, вместо слова проблема, лучше сказать вызов. Вместо безвыходная ситуация, лучше сказать ситуация, для которой я ищу решение. Вместо я больше не могу, попробую еще чуточку и так далее. Один из моих учителей, Рафбен Пурат, говорил, что если у человека весь день идет не так, как хочется, в этом есть только одна причина. Что когда он проснулся, первую мысль, которую он выбрал думать, была негативная мысль. Все остальное, это уже последствия выбора негативной мысли. Аллаха, еврейский закон, постановляет, что первая мысль еврея, когда он только просыпается утром, сразу должна быть мысль благодарности Творцу. Моде они. После этого вместо я устал, я хочу еще поспать, лучше задайте себе правильный вопрос, чего я хочу от наступившего дня. В своей книге «Без жалости к себе» Ларсен, психолог, говорящий много о силе слова, вспоминает диалог с ветераном Второй мировой войны Гунарум Сонстеди. Он рассказал Ларсену, что часто выступает перед публикой. «Не утомляет ли это вас? Ведь вы уже пожилой человек», – поинтересовался Эрик Ларсен. «Утомляет?» – ветеран нахмурил брови. «Я не использую это слово». Сонстеди знал по опыту. Как только скажет себе, что устал, начнет уставать все сильнее и сильнее. Слова влияют на нас моментально, о чем многие даже не подозревают. Так возникают негативные эмоции. Вопросы, которые вы задаете себе, влияют на все ваши дела. Если вы спросите, почему у меня это не получается, мозг немедленно начнет работать на подтверждение негативного ответа. Лучше спросите себя, что нужно сделать, чтобы выполнить проект на высшем уровне. Мозг начнет искать ответ на этот вопрос. И то будет другим. Рекомендуется почаще задавать себе вопросы типа, что хорошо для меня, каковы мои сильные стороны, чем я могу гордиться и так далее. Ответы на них помогают укрепить уверенность в себе. Напомню, что гордость – это не то, что я считаю, что я сам сделал. А я понимаю, что это тот подарок, который дал мне Творец. Я могу гордиться тем, что я еврей. Я могу гордиться тем, что я исполняю заповеди Торы. Понимая, что все, что я делаю, это я делаю благодаря тем силам и тем возможностям, которые дал мне Творец. Поэтому нет места для гордыни, но место для гордости. Гордости, что я исполняю волю отца. Это место есть. Итак, дорогие друзья. Понаблюдайте за своим внутренним диалогом. И замените негативные мысли на позитивные. Вы увидите, как у вас появляется энергия, сила, радость, вдохновение. Вам хочется идти вперед, и вы все больше и больше времени и возможностей находите для изучения Торы и соблюдения заповедей. Ну, а для тех, кто хочет поработать над какой-то определенной областью, каким-то определенным вызовом судьбы, я хочу сделать обещанный подарок в честь месяца Иллюль. Напишите мне конкретную вещь, которую вы хотите улучшить в жизни. И я напишу вам мысль, которая принесет с Божьей помощью вам эти улучшения. Я посылаю сейчас вам ссылку, по которой вы можете ввести ваш запрос. Эта ссылка также находится в описании данного урока. Так, вот я напишу ссылку, пожалуйста. Вот, нажимайте на ссылку, заполняйте небольшую анкетку, и с Божьей помощью я пришлю вам ответ на ваш мейл. Спасибо большое всем, кто был со мной. Я желаю нам всем и всему еврейскому народу постоянно максимально приближаться к Творцу только сладким путем. Будьте счастливы!